Свои первые золотые медали Егор Лосев завоевал еще в марте 2020 года. Это были краевые соревнования. Проводили их в зале училища Олимпийского резерва, где теперь игроки в ботча проводят свои тренировки. Но достижения на региональном уровне Егор уже давно перерос. Большие амбиции и стремления к победе уже приводили его к серебряной медали национального турнира. Но в этом году золотая медаль первенства России уже полноправно принадлежала Егору. Тренируемся мы очень упорно, так скажем. Пока Егор учился, то есть у нас получалась одна тренировка в день. А вот весной он закончил учебу, и у нас уже время освободилось, и мы по две тренировки. То есть утром мы тренируемся с ним, вечером папа приезжает с работы, и они с папой уже отрабатывают дальше. Егор участвует в классе BC3 с дополнительным оборудованием и ассистентом. Повезло, что этим ассистентом стала как раз его мама Ирина. Более того, главный тренер спортсмена его папа Алексей. Поэтому мысли о спорте и грядущих победах всегда сопровождают Егора. Наставники говорят, планы на будущее серьезные. Конечно, на Паралимпийские игры это мечта любованная, на спортсмена попасть. Егора приглашали в этом году в Финляндию. Там будут проводиться летом европейские, юношеские Паралимпийские игры. А вот, ну, пока не получается туда поехать. Но мечта, конечно, у него попасть уже во взрослую сборную России, чтобы выступать уже на высоком уровне. Кроме того, на первенстве страны Егор в паре со спортсменкой из Югры выиграл и в незачетное первенство среди дуэтов. Еще одна алтайская спортсменка Настя Макарьева остановилась в шаге от пьедестала на четвертом месте. Артем Тарасов, Денис Кузьменко. Новости.